С самого начала игры, когда вы играете, буквально на день 4-5, возникает вопрос, а как же они медленно качаются, что же делать, как же я буду качать 6-ти звездочных, а с 6-ти звездочных столько много надо, что же мне делать? Я Валентин Томашевский и хочу рассказать о том, как прокачивать корм, как поставить прокачку 6-ти звездочных героев на поток. Первое, что вам нужно найти, как только вы насобираете несколько 5-ти звездочных героев, это герой, который будет, назовем его условно паровозом, то есть тот герой, который будет на карте 12-3, давайте примем, что карта 12-3 мы называем Серную Тропу, потому что она 12-ая, а 3, и это имеется в виду уровень 3. Почему именно уровень 12-3? За щиты дают больше денег, чуть-чуть меньше опыта, там 1,5% по-моему, чем на 6-ом уровне дают, и серебра тоже столько же, но предметами, артефактами вы отобьете это в плюс. А на 12-6 уровне уже не только зеленые будут, но и зеленые и синие. На 12-3, по-моему, там 1 или 2 красных встретится. Соответственно, если у вас афините героя синее, то есть это герой магии, он бьет по всем, я намекаю, естественно, на стартового героя, любого из 4-х, то его лучше готовить к тому, что он будет примем, вам 12-3 с самого начала. Ну и редчайшее исключение, что вы к тому времени откроете что-нибудь вот такое, типа, легендарного героя, который сможет, причем это герой должен быть атаки, ну, желательно атаки, который сможет соло фармить вам 12-3, либо 12-6. Ну, обычно это или Каэль, то есть не Каэль, а стартовый герой, и Каэль это в частности, либо Палач. Чем так хороший Палач, потому что у него же сразу видно первый очевидный недостаток, что он, так как герой защиты, он будет очень долго убивать Палач, порядка полутора-двух минут проходит карту 12-3. Но, на самом деле, плюс его в том, что он может пройти эту карту с невысокой силой, то есть ему не надо быть силой 18-20 тысяч. Если же это будет Каэль, Этель, либо Галек, вот, лучше всего из них проходит Галек, меньше всего силы ему надо, вот, но и все остальные, и Каэль, и Этель, силой 15 тысяч, я думаю, что им будет недостаточно, надо хотя бы, чтобы было 18-20 тысяч силы. И эту силу в самом начале очень тяжело собрать, и тогда придется идти к какому-то компромиссу, то есть идти не на невозможный уровень, а фармить какой-нибудь уровень трудный. Если герой зеленый, то придется где-то фармить 11-2, ну, а красный выступить в плохом шмоте не сможет, ему надо прямая дорога на 12-6, и здесь будут несколько зеленых героев, которые являются прямой противоположным. противоположностью красного афинити, и будет тяжело против них сражаться. Однако, давайте пройдем этот момент, самый первый ваш шестизвездочный герой, его было очень тяжело добыть, однако с ним уже гораздо легче пойдет дальше получаться корм. Ну и дальше уже алгоритм совсем простой, мы используем свиток опыта, откладываем где-то в сундуке, берем за миссии развития, получаем в награде, в смысле, так-то берем, наверное, вряд ли получится. И раз в неделю в еженедельных заданиях у нас есть за 5 выполнений ежедневок, нам также дают свиток опыта. Вначале игроки часто не обращают на это внимания, потому что им дают опыта, по-моему, дней на 20-25, где-то подряд будет падать очень много наград, и будет подряд идти постоянно двойной опыт, и многие прям не замечают, что когда становится одинарный опыт, почему стало так мало опыта. Ну и давайте посмотрим на аккаунт моего мульта. Мы видим здесь Каэль, один единственный 6-звездочный герой, и когда ваш первый 6-звездочный еще может, возможно, не 60-го уровня, еще не возможно до конца одет, то проще выбирать не обязательно, там какой-то четкий уровень и ломиться на него, а смотреть, где вам легче пойдет. Уровень 2, ну здесь нарисованы хоть все зеленые, но на первых двух этапах там будут по два красных героя, то есть он очень неудобный. Уровень 4, тоже нарисованы все зеленые, и один синий, но на первых двух этапах будут только зеленые, а на третьем этапе очень много будет отравителей, и эти отравители огромный урон наносят, и без должной шмота снесут вашего героя в конце. То есть обычно где-то такой вот компромиссный уровень, это уровень 3 получается, опять же 12-3. И здесь надо, чтобы ваш герой, синий стартовый, чтобы он со старта сразу одним ударом сносил всех этих зеленых, то есть и вот сразу видно, что недостаток, в частности, моего Каэля одежды, что он не убивает одним ударом кислоты и все это дело. Соответственно, вот он ударил кислотой, и они остались всех по 5% хп, их надо тратить время и добивать. Ну а на этом уровне мы видим отравителя, который, если вот он сейчас повесит отраву, ну с одной бомбы он еще может не помрет, но с двух точно помрет. Вот бомба взорвалась, и у него осталось буквально тут процентов 40-35 хп. Ну сейчас будет кислота, кислотный дождь, и он добьет всех. То есть что мы видим, что Каэль в одежде на 18 тысяч с большим трудом проходит за минуту. Ну лучшее время у него 45 секунд, это как получится, как криты разлягиваются. То есть за минуту, за 45 секунд, ну наверное все-таки возьмем секунд 50, он проходит, и весь корм получает по 8-800 опыта. И соответственно, то есть вот тут важный момент, то есть одно дело, если это будет 2 минуты, и второе дело, если это будет 30 секунд. То есть вот эта разница в 4 раза по времени фарма. И если вы активируете свиток на сутки, то вы как-то набираете к этому времени. То есть вы в заначке имеете какую-то энергию, в наградах за события тоже какую-то энергию вставляете, не забираете. И тогда вы можете сразу на компания где-то инвестировать буквально в районе 1000 энергии. И, ну, это понятно, сколько это вам даст уже опыта. То есть, ну, это где-то 3-3-3, 3-5-звездочных вы сможете сделать просто вот за эти сутки. Ну и вот палач проходит ту же карту. Но это палач 5-звездочный. То есть надо понимать, что он гораздо слабее, чем Каэль. Но, правда, героя защиты легче одевать, это во-первых. И, во-вторых, ему не настолько сильно нужна какая-то топовая одежда, чтобы здесь выступать. Но нужно, чтобы, конечно, повезло с вторичными параметрами и все. В противном случае нужна будет все-таки более сильная одежда. Ну и по времени давайте сейчас посмотрим, что это будет. Да, то есть, как я и обещал, 2 минуты, это, наверное, еще он хорошо прошел. Обычно там, я так понимаю, где-то 2 минут 20 секунд. И опять же, то есть, если он словит 2 бутылки, точно так же, как Каэль, он отправится в морг. Но тут есть один такой момент, что мы потеряем чутка, то есть он получит где-то 8 тысяч серы. Опыта тоже где-то тысячи-полторы потеряет каждый корм. Не будет предмета, либо того самого, либо героя. Но все остальное, то есть, собственно, часть опыта и часть серы, они все равно получат. Ну и умирает он все же не так часто. То есть, если часто, то надо просто уходить на уровень ниже и все. То есть, нечего мучиться. Ну и поняли вы, да, что наша задача, как можно быстрее проходить эту серную тропу уровень 3. Почему уровень 3? Потому что защиты больше потом, когда будете продавать все это пачкой, больше получите серебра. Более стабильные здесь практически все враги зеленые, кроме одного-двух красных. И, то есть, это легче проходится, быстрее, соответственно, проходится. Как только оно начинает быстрее проходиться, то вы можете ставить на кликер, буквально очень быстро добивать 2 звезды до 20 уровня. Дальше идете в таверну, их всех апаете в 3 звезды, опять залетаете сюда, получаете им 30 уровень. Идете в таверну, апаете их уже, соответственно, в 4 звезды. Дальше 4 звезды в 40 уровень. И у вас стоит задача собрать, допустим, то есть, одного 4 звездочного 40-го и ему на прокачку 4 звездочных 1 уровня. И такой комплект вы уже кладете в хранилище, чтобы случайно его тут где-то не прокачать лишнего, либо не скормить. И когда будет событие, то есть, зачем мы кладем в хранилище, чтобы дождаться события на прокачку героев. И когда будет событие на прокачку героев, тогда вы уже делаете 5 звездочных. 5 звездочных вместе смотрите, кого там будем делать следующему герою из вашей основной пачки. 6 звезд, выбираете его, делаете ему 6 звезд и получаете, то есть, таким образом, практически наполовину выполняете сразу события по прокачке героев. Ну и побочный эффект всех этих прокачек героев, то есть, вы очень много добываете серы на 12.3. Она отлично идет в плюс, даже без премиум аккаунта, отлично там набивается. Вопрос, каких героев прокачивать? 2 звездочных, 3 звездочных, а может даже всех подряд, 1 звездочных в том числе. Ответ такой, что если вы раз в неделю прокачиваете, то вам хватает и простых, это самое 2 звездочных героев качать. Однако, если вы активируете свиток на 3 суток и очень активно используете кристаллы, то есть, у вас буквально весь день долбит на компании, качается корм, постоянно вы его переставляете, ставите новые, отправляете, то, конечно, в такой ситуации надо будет постоянно открывать в портале и зеленые осколки. Далее, из открытых 1 звездочных героев собирать 2 звездочных. Удовольствие это не дешевое, либо прямо на рынке покупать 2 звездочных героев. Несмотря на то, что их тут не особо много, но они появляются каждый час, но стоят где-то в 2 раза дороже, чем если их самому собирать из осколков и 1 звездочных. Ну и, конечно, это требует очень много кликов, очень много времени для того, чтобы всю эту мелочь перекликать и собрать вот эту ораву 2 звездочных, которая буквально тут за пару часов будет выкачана в 4 звездочные сороковку. Меня спрашивают, почему я выкачиваю серых героев. Я подготавливаю целую кучу 2 звездочных и среди них есть как натуральные, то есть зеленые, которые были 2 звездочные, так и те, которые были 1 звездочные и из них получились 2 звездочные. И когда мы потом уже смотрим на хранилище, на свой корм, уменьшает количество ошибок. То есть я вижу, что вот у меня зеленые и серые 4 звездочные, что это однозначно мой корм. Я его не спутаю с каким-нибудь фиолетовым героем, не спутаюсь с синим героем. Потому что что этот, что этот для меня одинаково непонятно зачем. И попробую вспомнить, что я когда-то этого героя иногда в каких-то ситуациях использую. И что это не корм, а это именно герой, который лежит для использования. Ну думаю это не особо значащая что-нибудь мелочь. Собственно и все, что я хотел рассказать про корм, друзья. Подписывайтесь, комментируйте и рассказывайте возможно какие-то свои стратегии у вас более правильные по прокачке корма. Всем удачи, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok